Всем привет, с вами Катя, сегодня у нас будет с вами шоппинг-блог, так что погнали! Это юбка из кожзама, молочного цвета, очень приятного качества, кофточка на мне размер S, это акрил плюс полиэстер, но она довольно не скрипучая, приятный у нее цвет, и также на мне ботфорты замшевые, очень симпатичные. Вот честно говоря, юбку прям могу от всей души посоветовать, очень крутая, мне нравится ее длина, и ботфорты даже довольно симпатичные. Кофточка, честно говоря, мне кажется, можно найти что-то лучшее, мне нравятся ее рукава, нравится ее цвет, камера не совсем правильно ее передает. Я не знаю почему, но в магазинах куча всего со стразами, возможно, что-то пропустила, и сейчас это в диком каком-то тренде. Я не сильный фанат страз, но мне захотелось поэкспериментировать, и получился вот такой вот образ. Кофта тоже из искусственных материалов, здесь эластан, вискоза, полиэстер. А вот берет как раз-таки на 88% из шерсти стоит, кстати, 800 рублей всего. Если вы искали себе какой-нибудь берет, даже на цвет, кстати, цвет очень красивый, то велкам встретивариус. Мне кажется, будет мой самый любимый образ из этого магазина. А вы голосуйте за свой. Снова эта юбка, снова те же ботфорты, и я взяла вот такую интересную блузу, полупрозрачную. Она также и вот здесь, видите, полупрозрачная. И я надела под нее такой бежевый гольф. Мне нравится. Это очень женственно выглядит. Да, определенно, это будет мой любимый образ из этого всего. А блузка, кстати, на мне в размере L. Мне кажется, что это, знаете, такая вещь, которая именно такая знаковая в образе. Хочется сделать на ней акцент, потому что она очень привлекает внимание. Вот так вот это смотрится просто с водолазкой. Следующий образ, это снова та же самая водолазка, но поверх нее я надела оверсайз в оливковом цвете, вельветовую рубашку, и надела это все с мини. Обувь у меня из Zara. Вот такие сапожки. И все остальное страдеваю. Знаете, я считаю бессмысленным говорить в таких магазинах о качестве. К сожалению, большая часть составов здесь синтетическая. Очень редко, когда попадается что-то натуральное. Хлопок чаще, шерсть очень редко. Вот, например, берет был шерстяной, также натуральные замшевые ботфорты, но все остальное, к сожалению, это синтетика. Но цена и качество вы должны сами понимать. Этот образ мне тоже очень нравится. Кстати, рубашка на мне в размере S, она сама по себе вот такая оверсайз. Юбка кожзам, она есть в нескольких цветах. В целом, неплохая юбка, если вы мини любите. Но я не очень. Хотя с плотными колготками очень даже. Вот, например, когда голые ноги, мне не очень нравится мини. Вот, с плотными колготками могу. По пуховикам мне, в принципе, понравился вот этот. Искусственный наполнитель, полиэстер. По стоимости 6600. Цвет очень базовый. Такой серый. Мне довольно многим подойдет. Что он и не совсем светлый, и не совсем темный. Также привлекший вот этот вот красный джемпер. Очень красивого, красного цвета. Такого глубокого. И горошка. Ну, по составу. Сами понимаете. Полиэстер. Беремый. Но на ощупь приятный. В целом, такие магазины. Это скорее подростковый вариант. Вот довольно симпатичный образ. Получаются белые ботиночки, красные брючки. Свитшот. Но вот, например, если присматриваться, да, то вот эти рукава очень сильно портит, потому что не очень качественный кожзан. А в целом было бы неплохо. Даже если бы рукава были бы такой с желудками, было бы уже лучше. Образ интересный. Что касаемо пухвиховиков, почему я вам их не показываю, потому что мне не нравится вот эта тут внешняя часть по качеству. Но вот эти еще ничего. Этот конкретно синий. Вот, например, вот это. Очень дешево смотрится. Очень много базовых водолазок. Белая, серая, такая песочная, потемнее серый, красный, баклажан, зеленый, черный. Забыла, как цвет называется. Марсал. В целом, для базы за 1300 нормальный, довольно качественный. Вы знаете, вот висят они и на некоторых, например, швы вот эти вот расходятся. То есть, сами понимаете, видите, как они будут в носке. То есть, это прям максимум на один сезон. Вот тоже базовый шарфик. Приятный и очень на ощупь. Мне кажется, это так же, как и красный. 1300 будет стоить Да, 1300. Полистер, вискоза. Но приятный такого цвета. Довольно широкий. Тоже очень нравится. Это вот, видите, похожая юбка, только уже не из кожзама, а из вискозы. Сверху вот эта рубашка, такой молочный. Если бы все вот сюда, светлые обувь, вообще было бы шикарно. Очень красивая гамма получилась. Это панама просто. И цвет клевый. Не знаю, она такая жесткая довольно. Прикольно. Паламбир. Я очень давно не доходила с вами. Но видела несколько вещичек. То есть, сама я уже сюда заходила. Покупала очень крутой худи мужу. Я не знаю, есть ли в этом Паламбире. Худи я была в Атриуме. Посмотрим, есть ли эти худи. Здесь он очень красивого цвета. Так что мы сегодня может его даже примерим сами, если оно будет. А вот, собственно, я купила мужу в размере L. Хотя он обычно носит M. Тут есть XS, и я хотела бы его померить. Цвет очень красивый. По-моему, интересно, они тут прям в очень многочисленных расцветках. зеленый, такой бордо, красный, коричневый, горчичный, желтый, белый, черный, оранжевый, такой сиреневый, голубой, розовый, серый, синий. Очень красивые цвета. Глубенький тоже очень красивый цвет. По стоимости 2000 рублей, и они плотные. Обратите внимание в мужском отделе, девочки. По мне, Бумбир, как и Страдивариус, очень подростковый такой магазин. Тут какие-то солидные такие вещи не найти. Вот, кстати, пуховик довольно симпатичный, надо будет его примерить. Ткань интересная, это не кожзам, но она такая какая-то водоотталкивающая, как видите, провизиненная. Желтый пуховик, смотрите, с таким, какой-то сумочкой, тоже цвет классный. С короля льва, вот такой вот свитшот симпатичный. Мне в пломбир очень нравятся джинсы, особенно мамфит. Так, это Slim Mom, кстати, не мерила. Надо будет померить, мне очень цвет нравится. И по цене они неплохие, но по поводу качества я не могу сказать, что они очень круто служат. у меня довольно очень быстро на этих местах появилась дырка, потому что я за них тяну, получается, они по размерам ненормальны, но в этих местах появляется дырка. Девочки, ну что вы спрашиваете, очень часто попала в джинс. Окей, я бы посоветовала вот эту модель из Plombier джинс, я бы посоветовала. Они довольно плотные, есть много красивых расцветок и сидят хорошо. Они не совсем прям в тягом и не совсем свободны, ведь вот они мне и нравятся, то, что они как раз-таки именно женственно смотрятся. Вот эта модель MAM, есть еще модель Mopslim, следующая по мере. Очень красивый голубой джинс, но опять-таки повторюсь, если вы хотите прям именно качественно и мне по качеству больше нравится в магазине Levi's, но если у вас цель выходить два сезона, то вот норм. У меня, кстати, если брать по долговечности из масс-маркета, у меня лучше всего джинсы живут из Zara, не знаю, почему так. Вот это Ходи, это на мне размер XS, она села для меня прям как надо, то есть в ней Сипер, идет Супер Оверсес, я просто что-то это такие-таки такое сочетание цветов мне очень нравится. Цвет безумно красивый, они прям в очень большем выборе цветов, очень советую прям присмотреться к Ходи из Пуэнбир и джинсов. Прям в этом плане, мне кажется, из масс-маркета они лучше его на Ходи и джинсы. Если что, то по длине оно вот такое. Я просто его подкинаю. Ну, и тот самый розовый пуховик, мне он понравился своей моделью. Я взяла, чтобы он был побольше, это размер L, но на самом деле можно было смело даже взять XL, то есть он довольно маленький. Обратите на это внимание. Цвет очень красивый, такой припыленный и опять-таки огня мне прям много, чем как будто дождевик. поняла, вот как описать, он как будто дождевик. Наполнитель полностью полиэстер. Так, ну что, следующий образ. Чес такой достаточно. нежный. Вот это уже Мам с ним модель, и их я не очень советую, потому что в них добавлен эластан, и они такие более стрейчевые, хотя в них более комфортно, но мне кажется, они меньше просужат. Но как-то мне как себя это не нравится, они не так хорошо держат форму, как те, не облегают его не сильно. Сквоза полиэстер и неон на стоимости 2000 рублей. Мне очень понравился сице, такой небесно-голубой, он тоже большинству подойдет, при этом он такой сильненький, небольшой. Можно его носить просто по разным нарезам, и начинается надо сейчас пускать. по очень парень ненько выглядит с этой с этим прикольком. Вот так выглядит. В общем, жизнерадостно. Жалко, что здесь нет шона. По стоимости 4,5, Я взяла размер М, тут гипер мешает мне его застянуть получше, чтобы была талена. Определенно в кулумбир стоит обращать на хули и подобные свитшоты, потому что они плотные, с хорошим начесом и по приятным ценам. Вот такая кофта, у меня в размере М, они еще есть в камене, в черном цвете, но мне захотелось молочную померить. Ну и такая в оливковой свете, очень красивая кофточка, опять-таки на этом замочке. Укороченную, тоже в нескольких цветах, молочная, черная, там помнишь какая-то, но эта оливковая мне очень понравилась. Из мужского одела худи, на этот раз голубого цвета, они мне прям очень понравятся. Я теперь S взяла, потому что она, видите, более свободная, красивая цвет, безумная. И еще есть вот такие вот курточки. У меня номер, размер X, то есть у меня в глифон. У меня 600. Не знаю, одевать очень удобно, потому что молнивать здесь и сбоку. У меня такая не совсем стандартная парка, плюс эко-шубка. Довольно прохладная. И не такую довольно теплую погоду. Думаю, на плюс 5 цветов. С фитером, может быть, нормально будет. Цвет приятный и по самым интересным. Тут близко можно затянуть талию, а можно, наоборот, расслабить. И сделать такого прямого более крови. Ну что, в принципе, у нас уже был с вами большой шопинг-блог из Zara. Многое я вам что отсюда показала. Сегодня тоже будет пара образов. В следующий раз уже пойдем что-то новогоднее мерить. Первый образ из Zara я составила с кожзамом молочными брюками и сапожками. Честно говоря, я пожалела, что я не взяла с собой другие более свободные ботинки, потому что мне не очень понравилось то, что сапог облегает ногу. Помните, эту кофточку я в прошлый раз хотела очень сильно померить? Кофточка мне очень понравилась. Она приятная на ощупь. Мне нравится ее расцветка. Она такая бежевая с розовинкой. Но я, как вам уже говорила в прошлом влоге Zara, если кто-то не видел, то ссылочка будет внизу на него. Честно говоря, эту кофту я бы купила на скидках, потому что для меня эта кофта слишком запоминающаяся за счет своих вот этих вот интересных деталей. Поэтому я бы не смогла носить ее слишком часто. Что касаемо молочных брючек, здесь имитация ширинки, но выглядят они симпатично. Сейчас я их примеряю со своими ботиночками грубыми и с кожаной такой рубашкой. Наверное, уже есть у всех модней с инстаграм. Очень классная такая, выполненная под кожу. И сидит тоже круто. Причем ее можно носить и как второй слой, и как просто соло. Можно куточку просто ее надеть. Классно. Очень много в прошлый раз было вопросов про этот пуховик. Состава это пух пером. Десять тысяч рублей. Вот артикул. Так совпало, что сегодня у меня образ полностью из Зары. Футболка Зара. Рубашка Зары. Джинсы Зара. Ну что, а на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Всех я снимаю в зиму и до свидания. Всегда буду с вами. Пока.